Как у вас настроение сегодня? Готовы послушать? Вчера на пяти утра вучали сеть, сегодня уставили. О, здесь есть практики. Долгопрудом я сегодня еще не был, но в понедельник поеду. Ну, наверное, хорошо, хотя в среднем холоднее, чем в Москве. Так, давайте, значит, тема моего доклада — это я расскажу о самых базовых принципах, как работает искусственный институт и о практической задаче. Еще повторю. Значит, сейчас я попробую вот мышкой воспользоваться как кликером. Я работаю руководителем блока интеграции и продуктов в проекте iPalov. Это государственный проект, который мы выполняем на базе Московского физико-технического института, университета. Проект посвящен созданию искусственного интеллекта, который может вести с вами диалог на естественном языке и понимать в идеале, что вы говорите, контекст и все то, что обычный человек понимает, когда с вами разговаривает. Это исследовательский проект. Его результатом уже сейчас есть и должна являться библиотека с открытым исходным кодом, где наши наработки нейронной сети, обученные на разных сценариях, должны быть представлены. Сейчас там уже что-то есть. Можете потом ознакомиться. До этого я работал техническим директором и создавателем нескольких стартапов, которые также были связаны с задачами машинного обучения, связанные с текстом и с распознаванием звука. Сегодня я расскажу вам про основные принципы практически всех алгоритмов машинного обучения, которые сейчас на слуху. Затем мы посмотрим, что в себя включает работа data science инженера, что он должен делать, что от него ожидать. Разберем пример бизнес-задачи как раз в области анализа текста, это выявление важных новостей. И приведу несколько источников, где можно искать практические задачи и развивать свои навыки. Я хотел бы еще узнать перед тем, как мы начнем, кто из вас уже проходил курсы по машинному учению с практическими заданиями. Можете поднять руки? Именно по машинному обучению? Да, именно по машинному учению, искусственному интеллекту. Тогда по машинному обучению, да, вот с практическими задачами. А если я это делал в 90-е, то это ничего? Это интересно. Но за это, да, много что развилось, но это хорошая база. 90-е, 18-го века. А кто, соответственно, в практической задаче пробовал решать такие уже бизнес, не тестовая? Понятно. Давайте тогда перейдем к основному. С чего начинается любой алгоритм машинного обучения? Он начинается с так называемого датасета. Датасет – это набор размеченных данных. Какую бы задачу вы ни взяли. Картинки, текст, перевод, звук в речь, речь в звук. Даже, как вот сейчас модно стало, есть даже картинки несуществующих людей. Не слышали еще такое? Ганы, да. Везде нужны, все начинается с размеченного датасета. Составляется он, как правило, вручную. Это отдельная большая задача, как его качественно подготовить. Есть подходы, как это сделать более автоматически, удешевить разметку. Есть даже отдельные стартапы, компании крупные в Штатах и даже на блокчейне, которые все это вот параллелят, чтобы готовить датасеты прямо в огромных количествах. В основном, конечно, это хорошо подходит для картины. Соответственно, что входит в датасет? Это всегда некая переменная, по которой вы хотите сделать анализ, на основе которой вы хотите делать какие-то важные выводы и ее значения. В данном случае это вот рыбы. Вы хотите по картинке, здесь для примера приведены рыбы и их название. Это лосось, это рыба махи-махи, тунец. Значит, вот так выглядит пример размеченного датасета. Значит, что дальше происходит? Сам процесс обучения состоит из трех шагов. Сначала мы будем все разбирать на этом самом простейшем примере. Есть картинка, вы хотите предсказывать тип рыбы на этой картинке. Всегда осуществляется три простых шага. Первое, вы в каком-то виде подаете эту картинку на вход нейронной сети. Сейчас мы не будем детали обговаривать, есть очень много разных методов, как превратить набор данных в некий вектор чисел, который берет на вход нейронной сети. Вот вы подаете эту картинку, она дальше вычисляет. Например, выдает какой-то прогноз, например, что на картинке тунец. Что происходит дальше? Если реальная метка совпадает, то вы ничего не делаете. Если она не совпадает, то вы меняете специальным образом ее поведение, чтобы она в следующий раз с большей вероятностью предсказала правильный ответ. Как именно менять веса? Это очень много разных методов. Но самый главный принцип такой, что если у вас есть различие между истинной меткой и предсказанной, вы начинаете делать какие-то действия с весами. И третий заключительный этап. Вы повторяете эту процедуру несколько миллионов раз. Миллионы, десятки миллионов, сотни миллионов. Гигантское количество раз. И это тоже один из таких обязательных и неотъемлемых частей обучения алгоритма, который представляет собой даже отдельную научную задачу. Как сделать так, чтобы нужно было учить не несколько миллионов раз, а, например, за один раз. Как человек увидел, допустим, кошку, и он знает, что это кошка с одной фотографией. Это отдельная научная задача. Но в целом практически во всех алгоритмах нужно повторять вот эту итерацию подстройки весов много-много раз. Значит, кто такие дата-сайенс инженеры и в чем заключается их задача? Помимо того, чтобы перебирать разные варианты нейронных сетей, задача дата-сайенс инженера заключается в том, чтобы изучить данные, которые находятся в дата-сете, выявить те проблемные данные, которые, например, содержат некорректные метки или содержат какой-то ненужный шум, который не позволяет достигнуть точности. То есть его основная задача, на самом деле, это изучать глубоко те данные, которые у него есть. Что это, как правило? Это очистка, как я уже сказал, от ложных, некачественных. Второе. Вот для того, чтобы хорошо решить задачу, помимо перебора, вам зачастую в дата-сете не хватает информации. И вторая важная задача, которой занимается дата-сайенс инженер, он придумывает способы, как обогатить дата-сет. Например, в задачах, где нужно было определять, есть ли на картинке машина один из, ну и вообще какой-то объект, один из самых простых и эффективных способов, это, например, сделать симметричную картинку или повернуть ее на какой-то угол. Это один из примеров обогащения дата-сета. В текстах такое сделать сложнее, как бы это отдельная задача, под какую тематику какие инструменты придумывать. Но вот это также является неотъемлемой задачей. И почему я много говорю так? Потому что если у вас есть выбор между тем, чтобы попробовать 10 самых крутых новых нейронных сетей с очень большим количеством слоев, и вы понимаете, как добавить новые признаки в дата-сет, первое, что вы должны сделать, это добавить новые признаки в дата-сет и попробовать простейшие методы. Еще об этом скажу. Значит, три основные вещи. Это очистка, перебор и поиск новых, как иногда говорят, фичей. Допустим, вам повезло, вы нашли интересную задачу, затем вы потратили время и ее решили, и она готова у вас к внедрению в бизнес, например, в какую-то бизнес-задачу. С чем вы столкнетесь на данном этапе? Я выделю вот две вещи, мне кажется, наиболее интересные. Может быть, очень много разных вещей. Первое – это то, что непонятно, как интерпретировать результаты. Ну вот на примере, скажем, пример оценки кредитоспособности человека. Почему это очень трудно заходит в банках особенно, ну и не только в банках, вообще в отрасли, например, распознавание знаков и так далее у машин. Почему это трудно заходит? Потому что непонятно, по каким соображениям ваш алгоритм выбирает то или иное решение. Проблема интерпретируемости, она тоже представляет собой сейчас очень большой научный интерес. И много кто занимается тем, чтобы добавить какие-то ограничения в процесс обучения, чтобы автоматически результаты были интерпретируемы. Ну и многое разное делает. Значит, как с этим можно справиться? Один из самых таких простых действенных способов – это признать, что у вас нейронная сеть, она может ошибаться и классифицировать эти типы ошибок. То есть, на примере, давайте вот разберем на примере оценки кредитоспособности. Здесь нейронная сеть может сделать две ошибки. Первая – она может одобрить, допустим, заявку, если человек не платежеспособен. Ну, в этом случае что мы потеряем? Кредит. Кредит, да. Мы дали деньги, человек не смог выплатить. Это, например, ошибка первого рода. Ошибка второго рода – это когда человек способен выплатить, но мы ему говорим, мы не дадим. Тогда в этом случае что мы потеряем? Прибыль. Прибыль, да. Вопрос, а как мы поймем, что мы прибыль потеряли? Скажите, это понятно, мы потеряли деньги, он нам не заплатил, да? Да. Мы не знаем, хороший вопрос. Да, это хороший вопрос. Но здесь по умолчанию подразумеваем, что у нас есть отдельно какой-то опрос, который выявляет процент неплатежеспособных, и мы этот процент умножаем на то количество прибыли, которое могли бы заработать. То есть мы постфактум, допустим, из истории знаем… Ну, мы не знаем, потому что это не наши клиенты, но, допустим, мы откуда-то знаем. Допустим, он в сбербанке дал, он пошел там Тинькофф, Тинькофф дал. Да, например, если бы мы эту информацию знали… У нас есть инсайд такая, да, мы бы от Весниковым все было хорошо. Да, да. И у нас есть эта информация, есть бюро кредитных историй, которые есть, можно запрашивать и получать данные по всем, при этом или другом. Это платная, конечно, информация, но ее получить быстро. Ну, тем не менее, как бы тут… Мы знаем, сколько денег у нас не работают, они умертым грузом лежат на расчетном счету и не приносят прибыли. Мы это знаем? Нет, не совсем то, немножко другая задача. Ну, почему мы опалили заявку, если мы не раздали кредиты? У нас есть деньги, мы их не раздали. У нас дети мертвые, они не приносят прибыли, они пропаляются на ситуацию и все. Это уже третья ошибка. Нет, сейчас мы говорим… Если мы все деньги раздали, нам без разницы, была вторая ошибка или нет, они у нас работают, мы просто… У нас денег меньше, чем потенциальных заемщиков, поэтому нам наплевать на вторую ошибку. Мы раздали… Он на самом деле раздает все деньги по-любому. Если у нас денег больше, чем людей, то нам не нужна нейросеть. Нужна яхта уже. Ну, все-таки ошибки две. Давайте вот это сначала разберем вариант, что нейросеть может сказать… В этом случае мы классифицируем… Да, нет. Даем кредит или не даем кредит. Если там больше классов, то, соответственно, ошибок… Разные типы ошибок могут быть гораздо больше. Но если два класса, и мы говорим, мы даем или нет, то варианта два. Либо мы дали неправильному человеку, либо мы не дали правильному человеку. Мы эти варианты оцениваем, и потом уже в зависимости от стоимости… От наших… Вы правы, герор 1, герор 2… Их выстроить… Даже не… Прямо на экране. Плохой заемщик – потерян кедит. Хороший заемщик – потерян кедит. Ну, понятно. Потерян прибыль. Хороший заемщик – адобель или заявку он не выплатил. Плохой заемщик мог бы вернуть кедит. Все меняется. Нет, конечно, меняется по факту. То есть мы сейчас говорим, что у нас есть источник, точный, гарантированный источник, а какой на самом деле человек? Да, нейросинь не может анализировать реальность. То есть плохой может стать хорошим, хороший может стать плохим. Соответственно, это равносильное подбрасывание монеты. Ладно, это хорошее замечание. Наверное, пример нужно сделать таким, чтобы это было либо яблоко, либо апельсин. Да, у вас другого выбора нет, иначе это слишком сильно варьирует. Но даже если мы говорим в том случае, как нам прийти к задаче, когда яблоко, апельсин с заемщиками, нужно оценивать постфактум на предыдущей истории, какой процент не выплативших, которым выдавали, и эти проценты применять к… Давайте, ладно, после еще доклада обсудим детали, чтобы сейчас двинуться дальше. Теперь к практической задаче, которую, в частности, с какими мы сталкиваемся в создании наших алгоритмов, работы с текстом, ведения диалогов. Самый простейший пример – это классификация новостей, новостного потока, выделение из них, точнее, важных новостей. Это самый простой, который может быть задачей – классификация на два класса. на этом слайде рассказан, как такие проекты внедрять бизнес-заказчику. Здесь тоже не нужно ничего выдумывать нового, есть классическая схема пилот и решение. Самый сложный вопрос при внедрении таких задач к заказчику заключается в том, откуда взять данные. Вот у конкретно этого заказчика не было людей, которых он мог бы выделить на то, чтобы они сидели месяц и читали все новости, их размечали. А объем там должен быть порядка нескольких тысяч, не в этой задаче, а вообще в целом алгоритмы начинают работать, когда несколько тысяч. Как в этих случаях действовать? Очень простая схема. Выделяем сначала минимальный набор. Скажем, мы попросили нашего заказчика разметить хотя бы 200 новостей, 100 важных, 100 неважных. На них пробуем самые простейшие алгоритмы. Сейчас расскажу, какие. И смотрим вообще, есть ли там сигнал какой-то важный. То есть мы можем хоть с какой-то долей отличительное от случайного угадывания выделить важные новости. Оказалось, что мы можем на 200 новостей 60% важных уже выделять. Это, конечно, нам в некоторой степени здесь повезло. в том плане, что экспертиза человека достаточно быстро переносится в алгоритм. Это реальный проект? Да, это реальный проект с компанией Альфа Капитал, управляющей компанией Альфа Капитал, которая управляет портфельными инвестициями. Важно мониторить, вычленять новости, которые касаются тех компаний, которые у них в портфеле. После того, как мы 200 всего лишь новостей на них научили, посмотрели, есть какой-то положительный тренд. Попросили тогда увеличить в 10 раз. Получили 2000 новостей. И этого оказалось уже достаточно, чтобы 75-76% новостей вычленять из новостного потока. При этом теряли мы одну из 10 важных новостей. Это было допустимо для заказчика. Иногда это, в случае распознавания пешехода, это, естественно, недопустимо такое. Да, это уж точно. Теперь давайте в деталях. То есть надо понимать, где такие вещи проходят, а где нет. Задача вашей капитали была какая? Просто выделять важные и неважные новости, чтобы понимать, что их аналитикам читать, а что выпускать. Да, да, да. Вы больше там ничего не делали? Больше ничего не делали. Ну, забегая вперед о результатах. Хотя, может быть, я здесь не привел. В общем, мы сокращаем из 800 или из 1000. Остается 16-20, которые надо прочитать. Данные откуда брали? Есть поставщик данных. Ну, кто? Или они вам просто давали? Нет, нет. Есть сейчас, кажется, Майнскан или что-то такое. Ну, есть какой-то поставщик данных. Да? А вот еще вопрос по поводу, например, с Альф-Капитал. Там же степень важности, каждая новость, она на что может варить? То есть одна новость может, например, на 10% подкинуть, другая на 2%. И мы можем упустить, например, те новости, которые повлияют очень сильно. и вроде как у нас в масштабе 60-80% мы новостей определили, но 2 каких-то суперважных процентов мы не определили. Вот как с этим можно? Вот смотрите, это очень хороший комментарий, но такие комментарии вот я бы советовал всегда выяснять заказчикам. Вот, например, для их случая им это было неважно. То есть они, например, на своем опыте понимают уже, что такие отклонения, как бы им неважно. То есть они не активные трейдеры. Или не понимают, что неважно? Нет, ну у них специфически большие компании, которые в портфеле, которые не могут... Программа нужна для трейдеров. Нет, да. У нас все понимаешь, и у вас прошло. Просто я тоже понимаю. Заказчик. Я не расслышал, простите. Это заказчик, был трейдером. Ему нужно было либо читать новость, либо не читать. Ему неважно, новость знать. Ну, например, да. Степень важности не нужна. Отвлекаться ему, грубо говоря, торговым, либо не отвлекаться. Да, наверное, так. И... И... Давайте теперь немножко углубимся. Это вот самый сложный слайд. который демонстрирует, как из текста, из текста новости получать признаки, которые вы отправляете в нейронную сеть. Самый известный такой способ называется TF-IDF. Основан он на заранее заготовленной формулы, которая вычисляет частоту встречания термина на, наоборот, редкость этого термина во всех новостях. В Википедии можно набрать, вот там все эти формулы есть. Давайте на простом примере разберем. Значит, вычисляются такие коэффициенты для слова внутри новости. То есть для каждого слова внутри новости вычисляется какой-то коэффициент. Например, возьмем слово деньги. Значит, пусть во всех новостях, в 20% всех новостей случается слово деньги. Вот, и первый коэффициент это 20%, то есть 0,2. Это коэффициент, который отвечает за TF, Term Frequency. Второй коэффициент, сколько раз это слово встречается в конкретной новости, пусть это 6%. И коэффициент 0,0,6. И формула, она берет коэффициент 0,0,6 и умножает на… А, неправильно я сказал. Term Frequency – это B. А логарифм от обратного – это так называемый IDF. Эту формулу вывели, как это сказать, априори. В общем, заранее. И оказалось, что она важная. То есть оказалось, что она дает важные признаки, на основе которых часто удается решать задачи классификации текста. Это такая случайность, что эта формула дает такие хорошие признаки. А что такое 6%? Это количество слова деньги ко всем словам? В новости, в конкретной новости. В конкретной новости. В конкретной новости. Ну, допустим, из 50 два раза она встретилась. Да? В конкретной новости. А, в конкретной новости 6%? Все, что? А, МФОшка? Да, 6 раз слова деньги. Да, 3 раза из 50 на протексте. Вот. Скажите, а для каждого слова форма надо такое сказать? Или деньги, например? Деньги, а деньги? Вот тоже хороший вопрос. Это уже… То есть весь процесс подготовки текста, он разбивается на несколько шагов. Я вот вытащил один самый важный, на мой взгляд, кусок, который я хочу продемонстрировать. Но до этого есть еще процесс разбиения предложения на куски. Ну, вот что я… Вот компьютер же, он не знает, что из этого предложения, что есть пробел, что есть запятая. Это ничего не известно. Сначала нужно сделать разбиение на слова. Выделили их. Потом есть шаг, это называется… Как это называется? Токенизация. Потом есть шаг, когда вы слова приводите к основной словоформе – лематизация. Вот в данном случае мы делали… Ну, вот в случае в Альфа… И после этого мы делали, да, TF-IDF. Так, перемножили, логарифм посчитали, перемножили, получили некое число. Вот для слова «деньги» в конкретной новости есть 0,42. 0,0,42. А вы говорите по какому основанию? Что? Логарифм по какому основанию? Натуральный или двоичный? Нет, это, по-моему, двоичный логарифм. В самой формуле, по-моему, двоичный. Ну, я… В принципе, это неважно, там, как цена будет. Да. По-моему, везде двоичные пишут. Ну, вот на Википедии там есть основная форма. По-моему, двоичный. Давайте вот упражнение проведем. Акции и облигации подешевели. Нужно вычислить коэффициент для слова «и» в этой новости. Значит, давайте, чтобы не возвращаться на предыдущий слайд, я напомню. Слово «и» встречается здесь четверть. Ну, 0, потому что логарифм. Всего 10, да, 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 да. Потому что логарифм мог нолиться. Правильно. Как вы посчитали? Логарифм единицы – 0. Ну да. Почему логарифм единицы? Ну, потому что «и» в каждой новости. Да. То есть у нас здесь новостей. В каждой из них встречается «и». То есть 100%… А равно единице. Да, а равно единице, да. Логарифм единицы – 0. Это пример того, что если слово встречается во всем корпусе новостей, то оно для этого алгоритма ничего не значит. Там 0. Пустой. Пустой, да. Даже есть отдельный специальный термин – стоп-слова. Есть специальный заготовленный список стоп-слов. Практики его составили. Иногда его нужно корректировать в зависимости от задачи. Которые такие и подобные слова входят, которые вы изначально прям сразу выкидываете, даже не обращайте внимания. А если один раз или десять раз он встречается, то все равно мы считаем, что он встречается, да? Да. Ну то есть сколько встречается, столько и встречается. Хотя бы один раз. Да, да, да. Вот. Это вы всегда однозначно можете выяснить. Значит, что первым делом вы должны делать, когда у вас есть датасет – пробовать самые простейшие алгоритмы. Линейные алгоритмы, линейные классификации или логистические регрессии – это то же самое линейные, с одной лишь разницей, что он вероятность от линии расставляет. Там единица от единицы до нуля или от минус единицы до минус единицы. Ну по-разному можно сделать. Линейные – это просто плоскость, скажем. Больше нуля – это все важное, меньше нуля. А когда от нуля до ниц, у вас есть некий аналог вероятности. Но это не факт, что это еще… Ее можно применять как вероятность. Но вот тем не менее. Теперь одно важное такое замечание. Почему линейные алгоритмы так хорошо работают? Вот казалось бы, мы в жизни-то видим много разных форм, и нигде линейные мы не видим. Почему же здесь они так хорошо работают? То есть есть у кого-то… В философии считается, что простота – залог истины. Философия – просто залог истины. Ну а если вот более к математическим терминам? Апроксимация. Что? Апроксимация. Ну то есть она первым приближением к какой-то апроксимации. Ну вот кажется, что это… Да, это правда. Ну кажется, что это уже какая-то дикость. Как же так? Мир такой, вот он многообразный, а мы какими-то линиями его… Мы же описываемся линейными словами. Да, словами? Мы словами описываем. Мы не можем описать сложное явление сложно. Мы описываем все линейно. Слово два одно за другим приближением. Ну это как бы спорный такой тезис, конечно. Но то, что простота работает в первом приближении – это верно. Да, это как бы с математической точки зрения верно. Ну есть еще один некий нюанс, который, как мне кажется, важен. Как правило, такие алгоритмы машинного обучения работают с данными очень большой размерности. Если это картинка, то это, допустим, 100 на 100 – это уже 10 тысяч измерений. По каждому измерению какое-то число. И поэтому в задачах такой большой размерности очень маловероятно, что какая-то… Это возможно, но достаточно маловероятно, что какая-то закономерность именно имеет какую-то очень сложную кривую в одной размерности. Или там в нескольких, двух-трех. Отсюда также следует такой некий математический факт, что вероятность того, что вы попадете в локальный минимум или локальный максимум при вот этом итерационном процессе обучения на задачах большой размерности, тоже очень низок, потому что это у вас все размерности должны быть… Во всех размерностях у вас должно быть как бы параболы. Например, 10 тысяч точек, 10 тысяч вот этих вот характеристик должны иметь ровно одну форму. Никакая не может быть… То есть, грубо говоря, у вас локальный минимум, когда все вот так. А если хотя бы одна размерность вот так, то это уже не минимум, это называется седло. И в этом месте алгоритм никогда не остановится. Вот этот вот стахастический алгоритм. Так вот, если возвращаясь к линейному классификатору, очень маловероятно, что вот в каких-то двух-трех размерностях будет конкретно к этой задаче сидеть самый важный признак. Поэтому в целом они решают хорошо. Но чтобы дотянуть там до ста процентов, вот там уже начинается поиск нелинейных закономерностей. Ну, это так, как бы больше, конечно, на демагогию похоже, но почему работает? Потому что большие размерности. Почему линейные методы хорошо работают? Теперь очень важный тип нейронных сетей, которые в тексте используются. Ну, вот speech to text, значит, звук в речь тоже используется очень часто в машинном переводе. Рекуррентные нейронные сети. Здесь просто наглядная схема, как они работают. Вот если мы говорим про, например, есть такой известный датасет, называется ImageNet, на основе которого вот в основном были самые большие достижения по распознаванию образов достигнуты. Как правило, в начале люди как делали, что делали с картинками. Там картинки переменной длины, но их сводили все к квадратику. Допустим, 256 на 256. Ну, для картинки это как бы, ну, вроде как окей. Ну, если это не сильное сжатие. Но если у вас, например, машинный перевод, то как вы сожмете 15 предложений в какое-то одно? Возьмете какой-то кусок из него, непонятно какой. Поэтому здесь работают рекуррентные нейронные сети. Их задача из данных переменной длины сформировать единый вектор с учетом всего, что было в этом векторе переменной длины, в этих данных переменной длины. Они работают так. Они читают, как правило, подряд, например, слова в предложении. Прочитали у себя, через себя пропустили, изменили свое внутреннее состояние, читают следующее. И вот либо последнее, либо последнее пять, либо первое и последнее состояние сети является репрезентативным вектором, допустим, предложения переменной длины. И это их особенность, которая, например, отличает их от сверточных сетей. Сверточные сети всегда работают с каким-то заданным размером, и из него генерят набор фичей. Иногда применяют комбинацию этого, берут этот размер и ездят по всей картинке квадратика. Значит, фильтр — это сверточная сеть, а результат — это рекуррентная нервная сеть, выдает какой-то единый вектор. Вот, пожалуй, всё про рекуррентные сети, всё, потому что там столько много деталей, целый курс можно на эту тему считать. Главное, что они ездят неким интервалом или по одному слову по переменной строке. Ну, с чего начать свой путь в Data Science Engineer, если кто-то хочет? Я советовал бы решать какие-то практические конкурсы на таких сайтах, как Kaggle. Довольно известно, вот есть ещё Data Camp. И сейчас они начинают появляться, специализироваться. Есть по, например, Reinforcement Learning — сайт отдельный, как там, Crowd.di. А также есть Freelance. На Freelance есть, на Upwork есть задачи по машинному обучению, анализ тональности очень часто там, классикация очень часто. Вот. И не только Upwork, вообще много разных мест. Есть узкоспециализированные. Ну, то есть тут можно погуглить, поизучать. Ну, это коротко, какие мы кейсы ещё решали у нас. Мы специализируемся на технической поддержке сейчас. Пробуем наши алгоритмы запускать там, где работает оператор техподдержки. Повышение конверсии через чат-мессенджеры, как бы. Работает так, что вы отправили сообщение, человек начинает что-то спрашивать, там, акцию, там. Удобно, неудобно прийти, а есть какой-то заготовленный список вопросов, и он сам подбирает, что сказать. Кул-центр — это именно голос. Также экспериментируем с голосом. Ну, голос мы используем в технологии распознавания генерации внешне. Их тоже очень много. Яндекс даёт, Google даёт. Ну, и есть специализированные сервисы. И ещё была сдачка с выделением областей на фотоснимках. Например, выделить дом на фотоснимке. Ну, в целом, всё. Я на этом закончил. Сколько времени у нас? 49 минут. 40 минут. Да, давайте вопросы. Да, конечно. У вас проект государственной, то есть государственной поддержкой, правильно? Да, это прям... Но альфа-капиталу вы, наверное, всё равно не заплатили. Или нет? Ну, они заплатили в МФТИ. МФТИ является заказчиком, так сказать, исполнителем. То есть мы находимся в МФТИ, сотрудники МФТИ, это лаборатория. Понятно. То есть всё равно коммерческие проекты вы их делаете? Да, мы делаем, да. У нас есть и партнёры также. Вот там, ну, заключить там разные, допустим, NDA, это не со всеми бизнес-заказчиками иногда. Ну, как бы условия у каждого разные. И это не так-то трудно. У нас есть партнёры, которые согласны быть как бы посредником, чтобы коммерческие проекты запускать. А может быть и сам МФТИ. Ну, в общем, это можно отдельно. Да, да. Я слышал, что есть какой-то стартап, который совсем скоро стартует уже в промышленном производстве. Он будет, можно будет, секретарь, который, телефонный секретарь, который будет разговаривать с человеческим голосом, с клиентами организовывать работу. То, что вы говорили, вы имеете к этому отношению или нет? То есть он может иметь неправильно говорить, шутить, что-то там удачно или неудачно. Все, что вы сказали, но кто-то уже запускает стартап, который стоит достаточно приличных денег в России, я слышал. Будет через полгода. А какой не помните? Не помню. Я слышал по бизнес-эфоруму. Там просто была новость, что кто-то типа или Сбербанка или кто-то там еще, какой-то инновационной компании купил там, не знаю, трейс за 10 миллионов долларов. И они должны вот уже через полгода выпускать этого секретаря на волю. Я постараюсь. Может быть, это мы? Нет, ну, если я спрашиваю, что же. Значит… У нас коммерческая какая-то… Структура, да? У нас в проекте просто Сбербанк является софинансированием. Софинансировал наш проект. Вот… Но просто тема очень… Ну, как сказать… Не то, что горячая, да, она… Пока еще… Вот так ее нигде не видно, да? Ну, нельзя никому позвонить и там услышать нормальный… Ну, можно в банках позвонить, но там будет все равно… Максимум – это распознавание типа обращения. Ну, там про карты или там про займы или что-то такое. А вот так, чтобы поговорить… Вот Google, например, по-моему, в прошлом году весной показывал сценарий, когда их робот звонил, записывал человека в парикмахерскую. Вот это, пожалуй, самый такой пока известный мне случай качественного разговора. Сейчас, секунду. Но очень много игроков, которые пытаются эту тему… Что-то в ней сделать. То есть вы знаете, что их много? Есть, да, мы знаем, что много. И мы даже тоже пытаемся сделать умные автоответчики, которые там, ну, может быть, чуть больше, чем распознают, а может что-то проконсультировать. Как раз вот хотим это сделать на примере МФЦ. Я вам написал такую систему. Это для дейтинг-систем. Там, подсказать, чат-бук, который представляется женщиной, с тобой знакомится, а после этого еще раз будет тебя на деньги. Вот. А я, кстати, тоже слышал о такой истории, что есть боты, которые… А вот… Слышали из компании, которые сделали роботу, ну, там… Простите, как… Хэнсон роботикс есть компания. Хэнсон роботикс. Да. София что-то знакомое очень, да. Они сделали робота, вот, причем они… Ну, не только голосом она говорит, она еще и воспроизводит эмоции. Да, то есть и была передача на «Good Money Britain», вот, где ее там пригласили в студию. Вон даже урвант она была на первом канале. А, ну, это такая… Ну, как бы… Кукла. Ваше мнение, это фейк, или вот, ну, действительно, они дадились воспроизведения этих эмоций и восприятия машины… Нет, ну, смотрите, тут как… Вот процесс коммуникации, он в себя включает очень много разных аспектов. Ну, прям… Это чуть ли не самое сложное, что вообще мы можем моделировать или изучать, как бы, стороны, которые участвуют в дискуссии, или, там, в переговорах, или что-то… Это фактически, ну, как бы, каждый человек, у него есть модель мира, что-то знание, знание в этом мире. То есть это очень сложный вообще сам процесс. Но некоторые вещи, некоторые, как бы, отдельные функции этого процесса регулярно, вот, там, ученые, практики, инженеры пытаются решить, воспроизвести. Например, в учлении определения эмоций, это… Я тоже много слышал, что это удается решить. Там, агрессия, там, расстройство и так далее. Есть, например, бот Сяо Айс, у которого… Это, пожалуй, самый большой такой… самый большой, как сказать, эксперимент с участием людей по прохождению теста Тюринга. Ну, условно, если так сказать. Потому что у Сяо Айс было 670 миллионов пользователей. 670 миллионов китайцев с ним общалось, реально. И общаются, по-моему. И она проявляет им эмпатию, там, кто-то присылает фотки, они говорят, ой, как… что там, ты что-то грустный, или там она в тексте выляет. Отдельные функции, да. Но, конечно, самая основная проблема – это вот резонинг, да, мышление. именно сделать вывод. Вот. Но это пока с очень зачаточным таком виде. Слушайте, да. Google Center for Tool and Bridget. Да. Спич-то-текст. Спич-то. Вы использовали? Мы попробовали Google и Яндекс. И денег же стоит. Да. Ну, и что? Ну, свое никакое не берите. Ну, свое стоит больше. Еще больше? По нашим оценкам сделать будет… То есть там только на данные нужно, мы так примерно посчитали, где-то 3-5 миллионов рублей. Ну, и плюс затраты инженеров – это как бы полгода работы. Open Source ничего похожего нет? Похожего, чем Яндекс нет, чем Google тоже нет. Ну, смотри, достойного по уровню? Достойного по уровню нет. Есть много разных мелких компаний специализированных, но там ценник, к примеру, тот же был. Да? Вот у вас презентация была, где оценка заемщиков. Такой прозвучал аспект, что вот мы учим нейронку оценивать какой-то срез временной, да? Вот в данный момент. Да. А ситуация динамически меняется. Да. Например, меняются рынки. Есть ли какие-нибудь подходы вот в динамически изменяемом ситуации? Я, как бы, вот, так сказать, самый известный мне – это постоянно ее переучивать. Так, например, устроим поиск в Яндексе. То есть там регулярно по кликам переучивают алгоритм выдачи. Как по-другому? Ну, у вас либо должна быть модель прогнозирования, которая, соответственно, поставляет вам фичи, признаки в вашу нейронку. Альтернатив, ну вот, не знаю. Как правило, все просто доучивают. То есть, получается, смесь математической модели и нейронки. Да, какого-то алгоритма и нейронки. Если у вас есть алгоритм прогнозирования изменений, то да. Ну, это алгоритм. Да, да. Понятно. Такой вопрос. Вот работают ли задачи про естественные языки? Сеть по принципу ГАНа, где одна генерирует, а вторая тестирует. Получилось, не получилось? В тексте нет, не работает. Ну, у нас, ну, как бы, да, есть много статей. Ну, вот так, чтобы я это видел, успел, может, еще просто до меня не дошло. Или вот текста попробовать, а вдруг получится, не получилось, да? Там, знаете, в чем проблема? Как мне кажется, что у картины, как бы, немножко другая специфика, да. То есть, каждая зона соединена с соседней зоной, как правило. Ну, это переход какой-то, да. А в тексте, ну, и, как бы, представьте, на каждый пиксель очень много информации вокруг. А у вас, допустим, одно предложение, 10 слов. Представьте, картинка из 10 пикселей. Что вы там разглядите? Масштаб совершенно другой. Поэтому, но это тоже очень активно. Ганы в текстах очень активно сейчас изучаются, пробуются. Просто я не слышал каких-то успешных. Но что-то, может быть, есть. Да. Есть различные русские словари, например, прекрасный, минус уже, равный вектор, минус ужатный. То есть, преобразование слова, вектор. Ну, есть Word2Vec от Mail.ru. По-моему, Mail.ru же его обучили. Это на русском. На русском, да. Это как раз вот, каждому берете все возможные предложения, которые встречались в текстах в библиотеках. Там, по-моему, пять слов берется или десять, не помню. И в окружении соседних слов, допустим, двух, вы к среднему считаете по определенной формуле его представление векторное. Word2Vec, так и называется, можно погуглить Word2Vec. Довольно, в 2011 году технология была придумана. Есть на русском, там можно эти операции делать, прекрасные минус ужасные и так далее. Есть много критики про этот подход, что на самом деле это фейк. То есть, как бы, вот в нашей практике TF-IDF иногда дает лучше. Вот в чем дело. Но иногда нет. Такие подходы пока не показали прям доминирующего превосходства над какими-то заранее формулами врача. Еще про текст вопрос. Насколько, с вашей точки зрения, корректно, допустим, представлять предложение как сумму векторов? Ну, вот как раз это вот Word2Vec обычно так делается. А, то есть предложение как сумму векторов? Да, это, как правило, плохо работает, потому что у вас, вот допустим, как этот Word2Vec устроен, это какие-то некоторые вектора на единичной сфере. Такие вот вектора, да? И вы когда берете их, осредняете и еще делите на их количество, ну, среднее то есть считаете, то у вас получается, ну, как бы, много разных вариантов векторов, среднее которых может быть близко. Если переводить на слова, то это даже не обязательно синонимы, даже практически никогда не синонимы могут дать вам эти близкие вектора. В этом как бы минус этого подхода. А как тогда лучше? Это примерно то же самое. Задача тематической схожести, вот, не слов, а текстов, допустим, наоборот. Как решать такую задачу? Ну, как лучше, как и лучше. Ну, нужно, вот сейчас, как правило, нужно каким-то способом придумывать признаки, которые характеризуют эти данные. Вы должны понимать, откуда их взять. Обобщенного алгоритма сейчас нет, да. Если бы он был бы, да, это означает, что он мог бы делать какой-то вывод из этого текста и говорить, это важно, это не важно. Это как раз… Нет, у Google есть Universal Sentence Encoder. Есть. Да, вот там можно построить свою помощь, пробовал код, табличку HitMap на семантической скорости текстов. И, допустим, там интересно, когда предложение HisJoking совпадает с Crazy, что-то такое. То есть это близкие по семантике предложения. И вот как раз интересен подход к комбинации таких. Дело в том, что в таких кейсах, мы тоже его пробовали, в таких кейсах очень выгодно показать вот такие примеры, но никто не анализирует, а какие примеры схожи, но они совсем не похожи по языку. Это мало кто делает. Как правило, там какие-то специальные датасеты под это готовят, скажем, с выводом. Я помню, с универсальным или нет? Нет, нет. Спасибо. Так, наверное, уже всё время или как-то… Ну, если ещё есть вопросы, кто-то хочет что-то… Кайсу нам подать.